Граждане, здравствуйте. Здравствуйте, инспекция заповедника столбы. У нас сейчас временно, к сожалению, заповедник закрытый. Такие патрули встречают посетителей на каждом из входов в заповедник. С парадного въезда можно добраться только до кордона Лалитина. Инспекторы непреклонны. Дальше хода нет, в окрестностях бродит медведь. Для туристов новость о закрытии столбов хоть и стала неожиданностью, но некоторые, несмотря на опасность, надеялись проскочить. Пришли и услышали. А до этого читали, что на столбах? Ну там на входе? Да. Ну надо все пройти, убедиться все-таки там, прям конкретно. А в интернете мы не читали ничего. Сказали, что на территорию заповедника вход закрыт. Ну и до границ заповедника дошли, пошли обратно. Нет, знали, что не пустят. Нам нас вчера предупреждали местные, что там наверху лазит. Столичные гости говорят, стереотипы о том, что медведи в сибирских городах встречаются чуть ли не на каждом шагу, уже давно не верят. Но требованиям инспекторов подчиняются без лишних вопросов. Встретить хищника боятся и гости, и те, кто часто бывает на заповедных тропах. Ну в общем, я, наверное, не посмотрю столбы. Она с Москвы вообще, поэтому она хотела, да, приехала. Это уместно. Вот, поэтому не повезло. Вы специально повели показать достопримечательность? Да, да, именно, да. Она тоже хотела видеть столбы, потому что, когда говорят про Красную Яску, обязательно надо на столбе. Да, мне все друзья сказали, посети столбы. Ой, красавица. И не раз медведя на кордоне видели накануне вечером. Бурый зверь то ли купался в ручье, то ли пытался ловить рыбу. Многие с любопытством наблюдали за действиями хищника. Просто он пришел, люди увидели. Ну, кто-то испугался, кто-то пошел за телефоном, за фотоаппаратом, стали фотографировать. Реакция у людей разная. Вот, ну, страшно не было. Спокойно ходил туда-сюда. Нюхал воздух. Вот. И тут же едой пахнет. Сейчас медведи активно запасают жир на зиму, а территория заповедника богата дикоросами. Вот косолапые сюда и приходят, говорят инспекторы. Кроме того, люди часто оставляют продукты на открытом воздухе, что тоже привлекает животных. Только с начала июля в районе скалы Токмак 11 раз видели бурых хищников. По словам специалистов заповедника, сейчас на столбах насчитывается примерно 60 медведей. Против обычных 30-40 особей. Чаще всего вдоль троп можно встретить именно подросших медвежат, которые сейчас учатся жить без материнского присмотра. Если увидите медведя, потихонечку отойти от него лучше всего, или обойти просто. Ну, в общем, просто не лезьте к нему. Вот. Ну, а так обычно медведи с людьми расходятся. То есть, как бы, случаев, пока нападения медведя на людей пока еще не было. Здесь, по крайней мере. Эксперты говорят, с 2013 года летние встречи с хозяином тайги стали уже нормой. За пять лет стоимость разрешения на отстрел хищников выросла в несколько раз. Кроме того, был введен запрет на добычу медведя после их залегания в берлогу. Как следствие, популяция косолапых растет. Выходы были у нас в черте города три раза на сегодняшний день. Но, вернее, ожидаем, что активность может возрасти. В связи с чем, значит, принято решение о регулировании численности. Ну, есть, как бы, еще одна вещь, и она обоснованная, является основанием для принятия такого решения. Это рост численности медведя вообще на территории Красноярского края. Заповедник останется закрытым для посещения как минимум 10 дней. Если за это время медведи никому на глаза не попадутся, то столбы снова откроют для туристов. Отстрел животных в заповедной зоне – самая крайняя мера. На нее пойдут только в случае нападения хищника на людей. Так что лучше не создавать прецедентов, пытаясь проникнуть на территорию тайком, а запастись терпением и ждать, когда запрет на посещение снимут. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.